А завтра расскажу вам я, Евгения Неронская. И начнем по традиции с Дальнего Востока. Крыло антициклона укрывает от осадков юг материка. Там погода относительно спокойная. В Приморье столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 25. У побережья традиционно свежее, в Алдивостоке всего 16. Небольшие осадки в порядке исключения местами пройдут на севере Хабаровского края и Амурской области. Циклоны пока не оставляют в покое прибрежные районы. На севере Курильской гряды и на юге Камчатки продолжаются дожди. А вот в Сибири пока никакой стабильности. Погоду кидает из крайности в крайность. Холодно-атмосферный фронт движется на восток. В Кемеровской области на Алтае сильные дожди, местами грозы и даже град. И, конечно, похолодает. Температура продолжает падать и за фронтом. В Томской, Новосибирской областях дожди там тоже не исключены. А вот на запад уже дотянулся гребень антициклонов с европейской территории. Солнечно будет в Омской, на юге Теменской областей и на Урале. Ждем теперь взрывной рост температуры. Европейская территория продолжает наслаждаться безмятежной летней погодой. Правда, антициклон постепенно уходит к нижнему течению Волги. Там воздух начнет прогреваться все сильнее. А на северо-западе, наоборот, станет немного свежее. Это понижение будет связано с прохождением атмосферного фронта. Он узкой полосой. В субботу будет опускаться с севера. Дожди местами с грозами пройдут и в Калининградской области, и в Карелии. В Петрозаводске днем около плюс 20, а в Калининграде до 27. На Черноморском побережье погода придерживается курортных показателей. Местами в Краснодарском крае и Адыгее может пройти кратковременно дождь с грозой. В Калмыкии пыльная буря. Единственный нюанс – это ветер по-прежнему сильный. На Черноморском побережье до 25 метров в секунду. В Петербург завтра тоже вернутся дожди. Днем будет плюс 24-26. А в Москве день обещает быть солнечным. И днем около 25 градусов.